Принятие Исламовской Булгарии в 1922 году Министерство культуры является государственным координатором подготовки к празднованию Тысячи столетия принятия Исламовской Булгарии Федеральный план празднования включает более 70 мероприятий Но кроме того, по всей стране проводятся тысячи мероприятий на региональном и муниципальном уровне Культурные события, организованные к юбилею, позволят обеспечить прочную связь Между богатой историей и культурой Ислама и современными тенденциями в развитии общества Духовные ценности Ислама нашли свое воплощение в его культурном наследии Ислам подарил в культуре огромное количество манускриптов, рукописей, книг, предметов изобразительного искусства И, конечно же, шедевр архитектурного искусства, а именно исламских религиозных памятников Министерство уделяет большое внимание сохранению таких памятников, исторических мечетей в России И в плане мероприятия на 2022 год восстановления исторического облика комплекса старой мусульманской мечети в Москве В конце этого года будет завершена разработка проектной документации, а в 2023 году начнется ее реставрация Духовному управлению мусульман Российской Федерации совместно с правительством Нижегородской области Ведется подготовка проекта в создании исторической ярмарочной мечети в Нижегородской области Центральное духовное управление мусульман России совместно с правительством Республики Башхат-Став В сентябре 2022 года запланировано проведение торжественного открытия на Новом комплексе Российского Исламского университета Большая работа проводится по подготовке к изданию научной и публицистической литературы к юбилею Это историческое издание Корана Казана Касасы 1803 года Подарочное издание «История Ислама в России», серия «Татарская и биографическая традиция», фотоальбом «Мечети России», альбом «Искусство Ислама России», «Монография», «Сборники хадисов» и многое другое В рамках 8-го книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве 3-6 июня состоится фестиваль национальных литератур народов России приуроченных в праздновании юбилейной таблице Кроме того, на сущной стадии находится производство художественного фильма от узбанского визития Багдарского посольства Государства Лучшего Ульвария в 1922 году Это первое в мире генеграфическое воплощение этого важного исторического события Популяризация исламской культуры в рамках юбилея способствует и музейно-выставочные, просветительские и научно-исследовательские мероприятия Среди них корпусы «Честов Коран», «Фестивали», «Всероссийский мусульманский форум», запуску новых проектов, таких как онлайн-индресе и электронное библиотеки родового пункта Минкультура России подготовила масштабный межмузейный проект «Божская бухгаля Великое наследие», в экспозицию которого воевают около 200 экспонатов Археологические памятники, костюмы, предметы интерьера, народных пропусков, мультовые атрибуты из собрания Российского этнографического музея, Государственного армитажа, Государственного исторического музея, Национальных музеев Республики Татарстан и Ташкорстан и, конечно же, Музея Казахстанского федерального университета Выставка будет представлена осенью этого года в Республиках Татарстан, Ташкорстан и Челябинской области Важно отметить, что к празднованию юбилея вовлечена молодежь, что позволяет нам познакомить ее с историческим и культурным наследием ислама и привлеченным моментом к духовным ценностям и традициям Так, 24-26 мая на базе Категорского государственного университета среди учащихся государственных, а также религиозных образовательных организаций состоится конкурс «Божская бухгаля» в истории России А в июле в Республике Татарстан откроется 14-й фон мусульманской молодежи При поддержке цифры России и юбилейные мероприятия широко освещаются средством массовой информации Уважаемые члены организационного комитета «Божская бухгаля» и в целом история ислама в России дает яркое свидетельство тому, что религия, религиозные общины, религиозные традиции пришедшие с Востока, гармонично сосуществуют с религиозным большинством, коим является Канаславом Такое взаимодействие ислама и эвестиансия стало сориентирующим примером диалога религии без которого невозможно взаимодействие и взаимообогащение культур и цивилизации Мы выходим на новый уровень культурных отношений основаны на религии культурной коммуникации взаимодействии, взаимообмене, уважении друг к другу Убеждена, что наша совместная работа способствует не только укреплению мирного существования уважению к взаимопониманию, но и создает преемственность покорения только с глубоким пониманием традиций возможно достижение компромисса и мира во всем мире Я желаю вам всех здоровья, мира и благополучия Субтитры создавал DimaTorzok